Друзья, всем привет! Два месяца назад я снимал ролик про всю мою коллекцию животных и насекомых, в котором обещал рассказать вам про три новых вида. Это Мессор Египтиакус, которых мы недавно переселяли, Компонотус Круинтатус, о них был наш предыдущий видеоролик, и Мессор Оринариус, именно об этих необычных муравьях сегодня пойдет речь. Приятного просмотра! Мессор Оринариус – это настоящие гиганты из Африки, они являются одними из самых крупных представителей этого рода и других подобных муравьев, кроме Мессор Цефалотус, вы не найдете. Матки этого вида достигают до 22 мм в длину, рабочие от 5 до 14, а солдаты вовсе могут быть схожи по размерам с маткой. Для сравнения, вот вам моя колония обычных мессоров, на их фоне они выглядят просто гигантами. Муравьи эти обладают особо агрессивным характером, даже соло-матки, которые еще не успели вывести первое поколение, атакуют тараканов и несут на корм своим личинкам. Едят Оринариусы как семена, так и различный белок. За все то время, пока эти муравьи находятся у меня, я не слишком сильно, но экспериментировал с подбором пищи для них. Пробовал давать как мучника, который не вызвал никакого интереса у муравьев, так и моих любимых банановых тараканов, они Оринариусам показались более вкусными. Но все же в качестве основной пищи я всегда использовал и буду использовать туркменских тараканов. Их отлично едят все мои колонии муравьев, да и не только. А вот от смеси семян Оринариусы отказались, что очень странно, они вынесли их подальше ко входу и никогда не трогали. Моя молодая колония на данный момент живет в инкубаторе. Буквально один день назад они распаковали еще одного рабочего и на подходе у них третий. Цикл развития у таких крупных муравьев, как показалось мне, довольно-таки быстрый. Не больше месяца полтора от яйца до муравья. Пробирка, в которой они живут, уже изрядно загажена, поэтому было принято решение переселить мессоров в новую. Использовать я буду очень большую пробирку диаметром 22 миллиметра. В ней муравьи могут спокойно себя чувствовать и прожить до того момента, пока не дорастут до переселения в фармикарий. А пока я подключаю старую пробирку, я расскажу вам о содержании этого вида поподробнее. Температура. Она должна быть не ниже комнатной. 90% мермикиперов, что я видел, подключают под пробирку или фармикарий с оренариусами термоковрик. Но я делать этого не стал и, как вы видите, при температуре в 24-25 градусов, муравьи отлично развиваются. Запредельной влажности этим муравьям также не надо, мою конструкцию я увлажняю раз в неделю. Фармикарий должен быть просторным, даже очень просторным. Если вы используете гипс, то рекомендую делать камеры глубиной от 2 см. Но если вы любите или приобрести уже готовый вариант, то обязательно смотрите на толщину акрила или количество слоев. Потому что 80% фармикариев на рынке не подойдут для оренариусов. Хотя не то, чтобы они не подойдут, они просто в них не влезут. Арена для данных муравьев нужна просторная, ее можно красиво задекорировать и залить, например, гипс или затирку с песком. Извините, что отрывал вас от просмотра видео, но отснятый материал из чистой пробирки куда-то пропал, а заметил я это только на этапе монтажа. Поэтому кадров с переселением не будет, я думаю, это не сильно повлияет, поэтому продолжаем. Вот муравьи переселились. Это, конечно, было не самое быстрое переселение, но перешли они без проблем. Я советую по возможности купить этих красавцев, это очень грациозный, красивый, большой, агрессивный вид. Он, как по мне, собрал в себе очень много качеств, именно поэтому в начале ролика я и сказал, что подобных муравьев вы не найдете. И упомянул цефалотусов, они у меня также были и, к сожалению, погибли. Матка оказалась неоплотворенной, а рабочие были подкинуты. Если сравнивать эти два вида, то матка цефалотусов чуть массивнее в брюшке и тельце, но аренариус длиннее. Также цефы имеют очень красивую яркую окраску, а так муравьи по всем остальным параметрам одинаковые. Муравьи эти не дешевые, совсем не дешевые. На данный момент дешевле 20 тысяч вы их не купите. Мне сделать это каким-то случайным образом удалось, чему я очень рад. Ссылочку на продавца-моего отличного друга я, пожалуй, оставлю в описании. Хоть у него аренариусов сейчас и нет, но есть парочка других интересных видов. Ну а на этом мое первое впечатление и обзор на замечательных муравьев Месора и Ленариус подошло к концу. С вами как всегда был канал Мурашки, если заметили изменения в моем голосе, не волнуйтесь, я просто чуть-чуть переболел. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться. Кстати, у меня в группе сейчас проходит конкурс, обязательно заглядывайте. До новых встреч!